Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 июня. Сегодня я буду делать дрожжевую подкормку для слабых огурцов. Делается она очень быстро. Я сейчас покажу вам, как. Но я уточню. Они у меня не совсем слабые. Просто мне кажется, что у них мелковат лист и что у них мало зеленой массы. А так как у них очень много плодов, и я нижние тоже не выщипываю, хочу, чтобы все они сформировались и созрели, я хочу немножко стимульнуть их на увеличение зеленой массы. Вот дрожжевая подкормка как нельзя хорошо к этому подходит, но перед тем, как ее сделать, мне нужно дрожжи активировать. Я использую вот эти сухие, быстро, вот эти быстродействующие. Взяла 2 столовых ложки сахара, теплая вода, и сейчас высыплю туда дрожжи. Вот так, одной рукой не могу, сейчас придется выключиться. Вот я пачку открыла, высыпаю туда дрожжи, и все. Я сейчас оставляю в теплом месте, то есть тут же рядом с огурцами в теплице, потому что здесь жарко. Вот тут видите, тут так жарко, что кошка даже в тень прячется. Я сейчас размешаю, чтобы сахар растворился. Делаем все так же, как мы когда готовим тесто. Мы подождем сейчас, когда они проснутся, распенятся. Потом я их добавлю в ведро воды, и дальше буду делать подкормку. Сейчас, если найду золу, нужно обязательно добавить золы. Я хочу, чтобы не только наросла зеленая масса, но и чтобы мои огурцы получили весь комплекс микроэлементов. Микро-макроэлементов, которые находятся в древесной золе. Или вы знаете, что древесная зола это уникальное природное удобрение, которое ничем нельзя заменить, которое я очень люблю. Вот она моя драгоценность, это самая древесная зола, которая очень полезна. Спасибо Наталье Полянской, она аж из Шимала привезли мне мешок вот этой золы и подарили. Так как я этот раствор буду использовать через лейку, не через опрыскиватель, я даже не стала ее пересеивать через сито. Вот этот раствор сейчас у меня постоит в теплом месте. Достаточно часа 2-3, но он у меня будет стоять весь день, потому что, скорее всего, буду подкормку делать, когда спадет жара. Я сейчас еще через несколько минут, минут через 15 выйду, посмотрю дрожжи. Если они вспучатся, значит, я их туда же волью, и все это будет настаиваться в течение нескольких часов. Потом начну разбавлять и поливать. Ну вот, жара спала, наступил вечер, можно приступать к подкормке. Я полила свои огурцы, видите, даже такую безобидную натуральную органическую подкормку я делаю все равно по влажной почве. И смотрите, тут я хочу сказать, вот это и есть та самая подкормка органика, которая безвредна, которая очень хорошо действует на наши огурцы, и ее можно или разделить отдельно, или сделать вместе. Смотрите, вы можете вот эти дрожжи, вот как я сделала рецепт, пачку дрожжей сухих 10 грамм, 2 столовые ложки сахара, я их растворила, я их сейчас в ведре могу в 10-литровом воды, ну как, распустить и поливать только им. Вот беру, можно взять маленькую леечку, я когда делаю одни дрожжи, 4 литра воды и 1 литр вот этого, например, раствора, но который в 10-литровом воды, и поливать. Это будет хорошая стимуляция, это будет толчок к росту. И обычно такие подкормки мы делаем, когда еще нет завязей, но когда нам нужно нарастить зеленую массу, чтобы укрепить вот этот вот листовой аппарат, увеличить его, и чтобы дальше завязи не отваливались и не отсыхались. И отдельно можно использовать вот эту золу, которую размешала. То есть я вот такую пол-литровую баночку золы в 10 литров воды сейчас распустила, она постояла день в теплом месте, настоялась. И можно вот без дрожжей, то есть не соединяя, опять же, по баночке, по пол-литровой, по баночке пол-литровой на куст после полива добавлять. Это тоже будет самостоятельная отдельная подкормка. Если вы вот таким зольным раствором будете поливать, они получат и кальций, и магний, и фосфор, и калий в небольших таких, ну в небольших процентах, потому что, конечно, тут все меньше, чем в магазинных подкормках, которые там специально, например, вот если калиевая селитра, там калия, конечно, будет больше, но эти, они тоже могут вам помочь. И, или можно все это соединить, вот как я сейчас делаю, я сейчас все это соединю в одно 10-литровое ведро, то есть у меня будет тут настоянная зола, у меня будут тут дрожжи, я все это соединю, все перемешаю, и в лейку, вот сейчас во время полива, вот у меня 10-литровая лейка, я наливаю 8 литров воды, а 2 литра добавлю вот этого рабочего раствора. Сейчас я все перемешаю, покажу вам. Вот я золу, ой, эту, вот я дрожжи туда, ну в эту, короче, в золу ввела, все перемешала, и уже отсюда взяла в лейку, вот эта лейка 10-литровая, я 2 литра рабочего этого раствора добавила. Хочу вам сказать, что тут необязательно все вымеривать, все вывешивать, вот если, например, сказано по 1 литру под куст, нужно строго прям по 1 литру под куст. У меня вот здесь вот 6 огурцов растет, растет 6 огурцов, которым я решила сделать подкормку, чтобы увеличить листовую массу, там еще в одном месте тоже такие же. Я беру лейку на 6 огурцов, лейка 10-литровая, то есть здесь 8 просто воды, а 2 литра вот таких. И ясно, что здесь, я разолью сейчас ее всю, ясно, что здесь не по 1 литру, если бы по 1 литру, мне надо было бы 6 литров, а у меня будет 10. По 1 литру с половиной, где-то так. Ничего страшного в этом нет. Это подкормки безвредные. Они никогда от них огурцы не сгорят, никогда от них огурцы не пожелтеют. И также вот с этими, с дозировками всех этих ингредиентов вы можете, например, вот эти дрожжи, 1 пачку и 2 столовые ложки сахара, вот что я разводила, можете развести на 10-литровое ведро и потом уже по 1 литру добавлять, разводить. Можете на 8-литровое ведро. Золы также. Я вот беру пол-литровую банку. Можно добавить всего стакан. Можно добавить 1,5 стакана золы. С этими, с натуральными, вот с такими, с народными средствами тут не обязательно выдерживать все в граммах. И вы, если зайдете в интернет, вы увидите различное количество вот этих дозировок. Я вам сразу говорю, что можно делать и по одному рецепту, но можно делать и по другому. Все эти рецепты работают. Кто-то добавляет больше, кто-то добавляет меньше. Сейчас будем разливать. Ну, разливать мне очень сложно показать, потому что у меня одна рука, камера занята. Просто, вон, видите, просто как полив делаю и все. Заливаю вот эти лунки, и оно все туда войдет. Еще хочу сказать, что перед каждым, когда берете вот этот раствор, перед тем, как в баночку его набрать, обязательно перемешивайте, потому что зола очень быстро осаживается. Нужно, чтобы все это было равномерно. Вот я и сделала подкормку огурцов народными средствами. Еще раз напомню, что дрожжи у нас стимулируют, дают толчок к наращиванию зеленой массы. Зола у нас, которую я растворила, она нам дает уникальную подкормку природными вот этими различными микро-макроэлементами. Калий, кальций, магний, фосфор. Если не хотите вы подкармливать магазинными средствами, можно воспользоваться этим. Еще раз повторю, можно применить вместе дрожжи и золу, можно применить отдельно. В прошлом году я вам показывала, что я просто делала ленивую подкормку, золу посыпала вокруг, в прикорневой вот этот вот круг и потом полила водой. Это ленивая подкормка золой. Напомню, что дрожжевую отдельно могут сделать те, у кого, например, еще нет завязей, но им нужно, чтобы огурцы нарастили зеленую массу. Потом одну подкормку золой могут сделать те, у кого есть завязи, у кого нормально все с листьями, кто просто хочет, чтобы завязи не засохли, не пожелтели, не отпали. А я их совместила, потому что мне вот этим огурцам, именно в этом месте, нужно, чтобы зеленая масса увеличилась и чтобы вот эти огурчики, которых уже очень-очень-очень много завязи, чтобы они не отвалились, не пожелтели, не засохли. Я хочу убить два зайца и стимуляция наращивания зеленой массы и подпитка вот этими различными макро-микроэлементами. Все, вот это первая моя такая серьезная подкормка огурцов народными средствами. Сегодня повозилась, постаралась и подкормила огурцы. Пойду еще, у меня останется, я вот сейчас еще одну лейку налью, огурцы полью, а оставшимся средством полью, пойду перцы. Перцы тоже очень любят такую подкормку, им подходит эта подкормка. У кого маленькие, например, листики на перцах, у кого сам перец не очень хорошо растет, можно вот этой подкормкой дрожжи и зола подкормить еще и перчики. Сейчас быстренько повторю рецепт. Пачка сухих дрожжей 10 граммов с двумя столовыми ложкой сахара растворила. Потом в воде настояла пол-литровую баночку золы. Все это в 10-литровое ведро воды и дрожжи, и золу. Все это перемешала, хорошо настояла и поливала, используя разбавленный вот этот раствор. 8 литров воды, 2 литра вот этого рабочего раствора, по одному 2 литра под кустик. Подкормка незамысловатая, подкормка простая, тут не нужно никаких особых знаний. Все эти ингредиенты натуральные. Это считается народное средство для регулярных подкормок огурцов. 2-3 раза за сезон подкормите, огурцы у вас станут и листья потолще, и позеленее, и зависть не будет отваливаться.